В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирина Исаченко. Здравствуйте! Сегодня в программе. Двойные квитанции с приложением. Жители одного из кандалакшских домов получают уже по три документа об оплате. Монастырский наволок приобретет статус историко-культурного и природного памятника и станет охраняемой зоной. Население центральной части города снова жалуется на недотоп. Что такое недотоп, кандалакшане почувствовали на собственном опыте. Всю прошлую зиму жители нашего города жаловались на холод в квартирах. Обращения по этому поводу граждане направляли в какие только можно инстанции, начиная с городского до федерального уровней. Однако существенных мер так принято и не было. Жильцы многоэтажек по-прежнему страдают из-за того, что ресурсы, снабжающие организации, предоставляют некачественные услуги. О том, как дурят нашего брата, председатель Кандалакшской ассоциации ТСЖ Алексей Румянцев знает не понаслышке. Он регулярно судится с теплоэнергетиками и пытается отстоять право собственников жилья на получение качественных услуг. Однако пока все тщетно. Вот, пожалуйста, 49 градусов. Чуть-чуть прибавили на градус. 10 утра было 48. А должно быть по графику 70. То есть недопоставляют 21 градус. И такая картина наблюдалась на протяжении всего отопительного сезона. Котельные не соблюдали температурный режим. Недопоставка тепловой энергии достигала значения 28 градусов, а в наиболее холодные месяцы – 47. И все потому, что топились кандалакшские котельные буквально с колес. На этой неделе ресурсоснабжающие организации снова столкнулись с нехваткой мазута. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства городских властей. Да, действительно, ситуация с мазутом довольно-таки напряженная. И держала нас в этом напряжении буквально до сегодняшнего утра. Администрация буквально с понедельника была озабочена данным вопросом. Почему? Потому что в отгрузке не было ничего. То есть мазута на котельных ТЭК и ЦХТ составляла порядка на 7 дней. И в отгрузке ничего нет. А мы знаем, что мазут идет на порядка тоже 7-8 дней. На сегодняшний момент ситуация стабилизировалась. По информации заместителя главы городской администрации Ильи Ходорева, в Кандалакшу должна поступить партия мазута в размере более 600 тонн. Еще 5 цистерн уже в отгрузке. Редакция программы «Пульс города» буквально атакована жалобами населения по поводу двойных квитанций. Очередной звонок удивил еще больше. Оказывается, теперь к собственникам жилья приходят дополнительные бумаги. В них не только сумма задолженности, но и предупреждение о применении санкций. В случае неисполнения будет произведено взыскание на ваше имущество, движимое и недвижимое. Именно такая формулировка содержится в бумаге под названием претензии предупреждения. В 49-й дом по улице Кандалакшское шоссе ее направило общество с ограниченной ответственностью РИНГ. Действующее, как там написано, в интересах УК ЖКС. Проживающие в 51-й квартире не поняли, почему их собираются лишить имущества, и откуда взялся долг почти 18 тысяч, если оплата жилищно-коммунальных услуг всегда производилась исправно. А эту бумажку мы получили вчера отдельно, ничего больше с ней не было. Отдельно от всего мы ее получили. Мы были очень удивлены, что у нас почему-то такие долги вдруг образовались, что нас тут уже и выселить вдруг хотят. 49-й дом на Кандалакшском шоссе в числе те, где собственников жилья не успешно переводили из одной управляющей компании в другую. На протяжении нескольких месяцев УК Домовой и УК ЖКС разбирались с оформлением документов на передачу дома, что не мешало этим организациям рисовать конкретные суммы в квитанциях. По факту, то есть юридически, как нам пояснили в жилищно-коммунальном сервисе, 49-й дом не выходил из-под их обслуживания. А в управляющей компании Домовой поспешили бросить трубку, отказавшись давать конкретные комментарии. Но как бы то ни было, вести речь о лишении имущества рановато. Запреты наложить арест на имущество, ограничить выезд из Российской Федерации и подобные запреты обращения в искание денежных средств должника могут делать только служба судебных приставов по вступившему в законную силу решению суда. То есть управляющие компании должны обращаться в суд, получать решение суда, исполнительные документы предъявлять к нам. И только тогда судебный пристав сможет наложить арест на имущество. Известно, что 49-й дом пожелал обслуживаться в УК Домовой. Однако официально его туда еще не передали. В результате никому непонятных действий коммунальщиков люди запутались в конец. За февраль не платили в Домовой, за март – в УК ЖКС. А тут еще и задолженность получили. Более 1 миллиона рублей выделено из городского бюджета на проведение работ по сносу ветхих домов. В перечне подлежащих разборке – 17 строений. Сносом ветхих и заброшенных домов займется общество с ограниченной ответственностью «Динмарк». Эта организация выиграла аукцион, объявленный городской администрацией. К работе «Динмарк» приступит после заключения контракта. Работникам ООО предстоит разобрать здания, расположенные по адресам «Данилова-45», «Кировская аллея-3», «Пронина-30», «Полярная-11» и «Рыбацкая-82». А также 7 ветхих домов на улице Полярной Зори. Профсоюзные организации и местные отделения КПРФ приглашают Кандалакшан на первомайскую демонстрацию. Шествие начнется 1 мая в 11.45 от первой школы. Ну а далее в нашей программе новости короткой строкой. В муниципальный архив Кандалакши поступили документы еще двух ликвидированных учреждений образования. Это материалы по личному составу Лувинского детского дома «Родничок» и 18-й Зеленоборской школы. Теперь бывшие работники данных организации могут обращаться в архивный отдел для подтверждения своего трудового стажа и получения справок о заработной плате. Ремонтные работы на федеральной автодороге М18 продолжатся и в мае. И, как сообщает Минтрансрегиона, коротковременные ограничения движения на участке с 1197 по 1199 километр, это между городом Полярное и Зорье и Манчегорском, будут водиться ежедневно по будням. Дорогу планируют закрывать с 13 до 15.00. На сайте городской администрации подведены итоги опроса на тему строительства Кандалакши-завода. В качестве респондентов выступили 748 человек. Больше половины из них высказались против возведения промышленного объекта на территории города. За завод проголосовали 159 человек. Они считают, что новое производство позволит создать дополнительные рабочие места. В Кандалакше объявлен конкурс на лучшее благоустройство придомовой территории. Принять участие в состязании и побороться за приз в номинации «Лучший двор» приглашаются все горожане. Конкурс будет проводиться в течение всего лета. Итоги подведут в сентябре. Победителей определит специальная комиссия. Тариф несколько. Дизайн, чистота придомовой территории, создание и содержание малых архитектурных форм. Наличие во дворе урн, скамеек, клумб с цветами. Оценки будут выставлять по пятибальной системе. Жители дворов, которые наберут наибольшее количество баллов, смогут претендовать на победу. Обладателям первого, второго и третьего места обещаны денежные призы. Заявки на участие в конкурсе на лучшее благоустройство придомовой территории принимаются в администрации города со 2 мая по 15 июня. Монастырский наволок в скором времени перестанет быть просто одной из скандалакшских достопримечательностей и местом отдыха любителей шашлыка и спиртных напитков. В этом году живописное место приобретет статус историко-культурного и природного памятника. Работа по присвоению монастырскому наволоку статуса историко-культурного и природного памятника ведется с 2007 года. Этим летом одно из самых красивых мест Кандалакши наконец станет охраняемой зоной. Здесь планируется провести ряд определенных работ. Необходимо отреставрировать памятник жертвам интервенции, привести в порядок дорожку, ведущую к нему. Также в настоящее время ведется процедура землеотведения и разработка проекта организации всей этой территории. Эта территория будет открыта для посещения. Здесь будут установлены информационные таблички. Будет запланирована автостоянка в определенном месте. Но вот разжигание костров будет, конечно, запрещено. Нельзя будет не только разжигать костры, следы которых здесь повсюду, но, естественно, и мусорить. Рассматривается также вопрос о введении запрета для проезда автомобилей на монастырский наволок. Я вчера встречалась с архитектором, который приехал из Москвы специально для того, чтобы сделать фотографии данной территории. И он как раз будет работать над проектом организации этой территории, как историко-культурного памятника. Мы с ним обговаривали и вопрос установки барьерных препятствий. Как они будут выглядеть, я пока сказать не могу, но надеюсь, что они гармонично впишутся в ландшафты данной территории. Монастырский наволок до сих пор хранит следы истории Кандалакши. В 16 веке в этом месте располагался мужской монастырь. Сейчас здесь находится старое поморское кладбище. А в прошлом году здесь был установлен новый памятник жителям улицы Заречной, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Кандалакши Дворец культуры «Металлург» приглашает горожан на фестиваль семейного творчества «День главы семьи». Мероприятие организовано в рамках акции «Папин апрель». В программе концерт, выставка творчества молодых семей, презентация видеороликов дома и на работе. Начало в 3 часа дня. Коллектив ансамбля «Танцы юности», танцевальный коллектив «Маленькая страна» представляет новую программу «Непоседы». Концерт состоится 30 апреля в 16.00 в ДК «Металлург». Ну а 1 мая там же, во Дворце культуры, откроется городской фестиваль танца с участием коллективов «Юность», «Снэп», «Телебом» и «Улыбка». Воспитанницы детско-юношеского центра «Ровесник» поехали в столицу Заполярье на фестиваль хореографии. Мероприятие приурочено к Международному дню танца, ежегодно отмечаемому 29 апреля. Праздник призван объединить все направления танцевального творчества, стать поводом для чествования этой формы искусства и его способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы. Пока одна группа юных дарований защищает на областном фестивале честь Кандалакши, другая усиленно тренируется, чтобы потом тоже достойно представлять наш город на конкурсах. Под руководством Валентины Блиновой, опытного специалиста, балетмейстера образцового хореографического коллектива «Снэп», девушки работают только на высокий результат. Сейчас они проходят промежуточную аттестацию, а в это время девчата помладше демонстрируют танец в Роще Калина. Танцевальному коллективу «Улыбка» 35 лет. Его руководитель Ольга Бродниковская вырастила не одно поколение красавиц, и по-прежнему она воспитывает молодежь через лучшие традиции танцевального искусства. Наш коллектив работает в разных направлениях, как и в народном, так и в современной хореографии мы работаем. Но, как говорится в пословице, река не забывает свой исток, так и мы не должны забывать свои корни, откуда мы, кто мы. Поэтому в программе нашего коллектива в первую очередь изучаются русские танцы. Мы выступали в Доме культуры «Металлург». Мы показывали танец в Роще Калина. Еще показывали танец на пасеке и кумушке. Ребят, которые хотят научиться красиво танцевать, принимают в группу с пяти лет. По мнению педагогов, занятие танцами с раннего возраста – это верный путь красоте и здоровью тела, души. Это воспитание эстетического восприятия мира, позитивного отношения к действительности. Это еще профориентация. Многие мои ученики стали хореографами и работают не только в городе Кандалакшу, но и в других городах. И продолжают обучение в высших учреждениях именно по хореографии. Серьезное занятие хореографии – удел тех, кто ценит настоящее искусство, кто терпелив и вынослив. Ведь танец, как жизнь, непростой, интересный. А если продуманный и искренний, то обязательно красивый. Далее прогноз погоды. Его представляет Единая справочная служба. Телефон 9-10-10. Сегодня ночью в городе и по району ожидается облачная погода. Синоптики обещают осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха – 0,2 градуса. Днем ожидается пасмурная погода, временами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный – до 8 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 5 градусов выше нуля. В понедельник, 30 апреля, синоптики также обещают пасмурную погоду и дождь. Ветер будет западным, юго-западным – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1,4 градуса ниже нуля. Днем воздух сумеет прогреться до плюс 6 градусов. Атмосферное давление будет расти. 30 апреля солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет единое справочное по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся с вами в среду, 2 мая. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова